всем привет давно не виделись привет привет всем привет как дела замечательно я решила недолго выйти потому что то есть когда есть время сразу стараюсь выходить спать и дальше что-то не поняла она как тебе фильм как тебе конец фильма никто не ожидал да теперь все в ожидании следующей части спать собиралась я тоже собиралась вот приехала с кинотеатра и думаю пойду-ка я искупаюсь а потом стоп надо мне выйти в прямой эфир ненадолго потом постоянно ходишь apple watch что она тебе дает ну во-первых это удобно когда телефон вы даже сейчас я была например кинотеатре и телефон сделаю без а если мне кто-то звонит то я на часах вижу любые сообщения ну вы сами там руководите и пульс и разные 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 программы плюс когда телефон не рядом вы можете разговаривать как громкоговоритель с ним ну когда можешь посуду например ну реально очень много плюсов у этого этих часов хотя сказать так так и тут пошли не русские мужчины и я люблю как сказать отечественного производителя поэтому я им обычно не отвечаю чтобы они ника дверь закрыла чтобы я не мешала 8 под рукавшина смотрела смотрела тоже был предпоказ очень классный фильм тоже понравился но ожидала чуть-чуть наверное более ну в общем как обычно сказка вот какая серия у тебя наверное предпоследняя потому что знаю что есть какая-то последняя вот это предпоследние потому что вроде как последняя что-то там с нашими есть точно не знаю в общем чем-то на томник они не коннектить были у тебя во времена беременности во время беременности депрессии не было и быть не могло но мне так кажется хотя вот смотрю общаясь с некоторыми девочками некоторые же знаете как блин когда я уже рожу мне уже там все больно с демка я ходила мне тоже было неприятно мне очень болела спина до слез я ночами спать не могла но депрессии не было какие сериалы любишь русский или американский я люблю и те и те зависит от актеров и вообще от сериалов добрый вечер привет владислав когда свадьбу петь искать и 21 числа я кстати платье себе так не купила я думаю в чем мне идти на свадьбу можно в принципе мне много нарядов можно какой-то выбрать но знаете как любая девочка когда она одевает новую вещь она чувствует себя по-другому поэтому так и я как-то я заговариваюсь вечер уже анютка привет думала уснуть как глазик ну в принципе уже лучше я капаю вот этим то что я писала то бродекс вот им капаю вроде легче но он еще не совсем прошел сейчас я буду смывать себе макияж и закапаю опять у дем из доминика будет отдельной комнаты да да слава богу каждый ждет уже чтобы у каждого была отдельная комната пока не час в одной да у демники дема будут крутые комнаты с панорамными окнами ой я уже не дождусь честно если ты не русским то меня и девушка я не в том плане я не разделяю людей на русских и не русских я имею ввиду что я не люблю мужчин не как людей а именно как мужчин видите как у меня потолок надо его чуть-чуть спрятать я не люблю мужчин именно как вот встречаться да с мужчиной не русским и я не говорю там про именно не национальность какую-то я имею ввиду по менталитету мне нравится наши мужчины потому что это как бы наш менталитет и мне легче находить общий язык например нежели там с каким-то другим менталитетом будь то там итальянцы и американцы вообще неважно кто а так и не российская не разделяю людей по нациям все мы братья и сестры зачем тебе татуировки ты такая нежная ну они дают определенное определение о тавтология несут эти татуировки в себе определенную информацию я вот так могу сказать я из одну сделай и следующий я делаю не для красоты понятно что эстетика немаловажный фактор но не для красоты это такой посыл определенный отпускала мужа легко вечера с друзьями куда-то отпускала легко иногда даже выгоняла флани как ну иди ну пожалуйста то я побуду сама бывало и такое вот но нет не пойду я хочу дома побыть хотя иногда и ходил у нас было одно время еще до рождения демки у нас была договоренность пятница моя и его он то есть как вечер он после работы я с девчонками и каждый отдыхал по отдельности вот там родился демка эта традиция ушла в небытие я не вижу смысла не пускать потому что ну у каждого должно быть свое какое-то пространство и пятница мне кажется это такой оптимальный момент когда после работы там мужчина может пойти куда-то с друзьями также и девушка с подружками если конечно у нее там нет подруг и она сидит дома а он где-то гуляет наверное и будет обидно то есть оба должны просто быть заняты вот передай привет кати я ее одногруппница петя будет хорошим мужем надеюсь потому что я его гоняю и постоянно защищаю именно катю потому что мужчина нишкакие они как малые дети их надо слегка в общем я за катю вот так вот катя очень хорошая девочка классная хозяйка а у вас тепло в домике? да и вот когда у нас была жара на улице тут было прохладно удивительно на самом деле и когда зима но я зимой здесь не была здесь был бывший муж включались теплые полы и говорит вообще было тепло причем нет уж потолка а если еще потолок будет вообще будет замечательно потолок будет в общем надо надо наверное сделать уже просто я как представлю это все надо накрывать что-то уносить тут все будет в пыли ну в любом случае это надо делать да мы сейчас в маленьком домике потому что большой он еще ну как бы не приспособлен к жизни через сколько будет примерно готов ремонт сложно сказать потому что все зависит от денег если они просто градом будут на меня сыпаться как манна небесная тогда он закончится быстро а если не быстро то есть немного то тогда будет подольше ну вы же сами понимаете все от финансов зависит правильно согласна ну да что делаешь когда тебе очень грустно и плохо стараюсь не загоняться но в эти моменты я у меня два как бы два состояния бывает когда я хочу побыть одна и когда мне плохо и грустно я наоборот стараюсь выехать куда-то к друзьям себя чем-то развлечь вот это когда грустно и плохо это зависит как бы от разных ситуаций там если это там на личном фронте или это по работе или это там с подругой или просто такое состояние бывает от этого как бы отталкиваюсь я жутко так бешусь и не могу отпускать понимаю что это плохо а он пускай от меня всегда эгоистка эгоистка потому что не доверяете потому что рисуете наверное себе какие-то жуткие картинки что он там где-то с кем-то на кого-то посмотрел или там что-то еще что-то такое а мы женщины такие мы можем вот ну не знаю мне кажется надо искать компромисс потому что ну тоже так нельзя это эгоистично получается с вашей стороны привет Анечка можешь поподробнее рассказать про школу Никуле как выбираете Никуля будет идти в новую да будет идти в новую как готов у меня кстати сейчас сядет телефон к новой среде извини если личный вопрос муж не отвечает да в принципе все это обычные такие вопросы я даже не знаю что на них ответить никак мы не готовимся еще к школе и выбирать особо мы не будем скорее всего что она пойдет в сельскую вот к среде ну я уже не могу сказать что я там в новой среде и дети и мы все привыкли к этому как будто мы тут и жили Анечка приветик привет муж помогает с ремонтом ну как сказать помогает вот я например спросила про генератор говорю нужен генератор я не знаю какой выбрать потому что есть же и разные генераторы а я девочка и я начинаю это гуглить искать и там пишут одно второе третье четвертое пятое ну вот уже неделя прошла жду какой же генератор лучше выбрать давайте не будем трогать мою больную тему ладно вот привет откуда свитер Сикева знает откуда свитер ему уже миллион лет ну вот как то так он ли развод инициатива ваша как вы думаете здравствуй подскажи как не стесняться камеры я начинающая модель но стесняюсь камеры у тебя очень клевые фотки спасибо я люблю камеру я люблю результат что я там вижу и зачем ее стесняться ну то есть вы должны любить себя вы должны себе нравиться а камера просто передает ваше внутреннее состояние мне когда бывает такое состояние когда я там ну оделась как-то не так и что-то мне дискомфортно вот на фотографии сразу моментально видно что я себе не нравлюсь я такая какая-то такая появляюсь на фотоснимке поэтому просто порепетируйте дома как бы кайфуйте от того что вас снимает камера и все ну я не знаю насколько помог мой совет конечно Анютка не возникает мысли что если два раза было третьего не миновать это я просвать бы с вашим мужем мне почему-то кажется что вы снова сойдетесь но уже на всю жизнь рядом с ним ты сияешь да я бы не сказала что я рядом с ним сияю скажу честно я не говорю что он плохой человек он очень хороший мужчина и настоящий мужчина я не спорю все но я очень много плакала с мужем ну как бы потом я не могу сказать что я сияю вот привет любовь моя привет Анютка здравствуйте как вы считаете из личного опыта каким должны быть отношения с свекровью вообще в идеале они должны быть спокойными ровными и никто не должен лезть в вашу личную жизнь в плане с мужем вот это вот хорошее отношение а самое классное отношение это когда свекровь вообще не вмешивается но при этом еще считает вас как свою дочку вот это вообще замечательно когда она вас защищает оберегает от своего же сына вот но если вы хорошая невестка вот это я считаю что это классное отношение вообще я считаю что не надо лезть родителям в жизнь детей а не здравствуйте я уже писала еще раз хочу попросить сделать влог о кислотном уходе лица подробно если можно спасибо да я уже забыла а кстати у меня видите я сейчас это надо на себе показывать а сейчас я пока не могу сделать эту процедуру на себе из-за того что я как бы сделала другую процедуру но я сделаю потому что это в принципе ну очень полезная информация и не каждый косметолог ее покажет потому что это в принципе вот у меня комплекс у меня их два или три уже уже два два комплекса у меня они салонные то есть они не для домашнего использования но их можно купить и использовать дома тоже очень классно помогают ты тепло одета или мне кажется у нас сильно жарко везет вам у нас прохладно тяжело сейчас без мужа я даже вообще не представляю как ты решилась на развод скажу честно тяжело 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 финансово тяжело морально тяжело физически иногда так тяжело что думаешь блин капец какой ну то есть чувствуешь себя мужиком потому что ты делаешь все ты ответственна за всех ну и так далее но я ни о чем не жалею вот но тяжело и скажу честно мне хочется уже чтобы за меня взяли ответственность вот и я уже не несла на себе весь этот груз быта а мне кажется что муж вас любит надеется на то что вы сойдетесь вновь вам не кажется я думаю что инициатива твоя ну вот вы сами ответили а вы хорошая красивая пара личный вопрос ну может быть ли такое что вы с мужем будете вновь вместе да что ж вы постоянно говорите одно и то же нет я не хочу как кстати тебе результаты новой процедуры я считаю что еще рано говорить но в принципе ну сейчас конечно мне этот фильтр из-за того что у меня тут еще и синячок я решила что я надену фильтр процедура прикольная и результат мне нравится первое что я заметила пока это цвет лица вот если например смыть косметику и не считать не обращать внимание на вот синячки цвет лица он реально изменился вот прям такая пышу здоровья можно так сказать вот Анечка вот всегда смотрю твои видео радуюсь что попала три года назад на твой канал помню даже первое видео которое посмотрела я думала не кусит твоя сестричка спасибо большое мне очень приятно что многие со мной так долго Аня расскажи пожалуйста про перекрытие на ногтях ваш шелак как делает мастер у меня гель у меня не шелак гель и если бы был например шелак то я по дому много делаю он бы уже просто поотваливался а гель он крепкий и он выдерживает все вот завтра я иду на коррекцию потому что уже отросло ну и внешний вид лучше как бы смотрится дольше просто я имею ввиду потому что мы же девочки мы такие мы по дому все 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 а я тоже зараз чувствую себя человеком все на меня хочешь хочу ну нет торопитесь я полтора года думала бросать не бросать но я бы не знаю ваших отношений но быть как бы мужчиной в семье скажу честно это тяжело я когда была с мужем я ни о чем не думала вот и по финансам я вообще никогда не думала что мне когда-то я буду думать о деньгах ну когда муж говорил там тут надо поспокойнее я понимала что стоп 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 денежка заканчивается вот ну как бы у меня не было такого что я там особо переживала вот а сейчас я думаю да и когда я иду в магазин теперь смотрю на ценники тоже так во сколько она тебе обошлась две триста стоит процедура это получается двойная она я включу сейчас заряд потому что он сейчас сядет окончательно вот так да так почему не спим потому что хочу с вами поговорить потом пойду в душ ты говоришь что муж хороший был вроде хорошо к тебе относился из-за чего плакала ну по другим моментам мы же как когда хотим чтобы было по нашему по нашему не происходит я не хочу выносить ссор из избы как бы понимаете были определенные моменты которые мне не нравились он мне обещал что этого не будет я вышла за него замуж и они опять начались поэтому я опять развелась неужели за такой женственной милой девушкой нет претендентов или вам кто-то нравится опять же жизнь штука такая в ней много перипетий и знаете как мне мне уже отчасти опытный хочется чтобы в мужчине были все качества но при этом я хочу и любовь и еще я хочу хорошего отношения к моим детям и не просто хорошего отношения а чтобы человек стал другом чтобы мне было весело комфортно тепло я хочу чтобы за меня несли ответственность я хочу чтобы мужчина финансово мог как бы не то чтобы меня содержать но отчасти в какой-то мере да но не в плане я не собираюсь быть содержанкой да то есть как бы я работаю я зарабатываю но я не хочу тот заработок чтобы например который я зарабатываю да как бы чтобы он был основным то есть ну вот как я привыкла как моей семье было например с моим бывшим мужем он несет ответственность а то что я зарабатываю это как бы мелочь вот так хочу как часто делаете гель уже 9 или 10 лет мои ногти не видели свободу вот Анютка покажи завтра маникюр хорошо покажу перекрываю через каждые 3 недели думаю что тебе решать с кем быть и как бы ты сильная как не посмотрю на тебя ты все делаешь доказывая что ты можешь все но внутри ты ранимая хрупкая ждешь того принца и у тебя все будет спасибо большое но оно так и есть понятное дело что каждая из нас ранимая хрупкая и хочется такой быть и хочется чтобы тебя вот так вот в ладошечки держали смотрели на тебя вот так вот нежно и ласково и оберегали понятное дело анютка пользуешься ли сейчас чем-то из организм анюта пользуешься ли не поняла организма твоя любимая маска для лица аромат который а из лр у я из лр сейчас давно уже ничего не беру поэтому все сложно сказать у меня очень другая косметика спасибо большое буду очень ждать влог о кислородном уходе я хотела сказать спасибо за влог за влог об уходе весной за кожей открыла для себя корейскую косметику особенно тонер о котором вы рассказывали да он милый крутой я очень рада и спасибо за комментарии за вот можно сказать такой вот отзыв я понимаю значит то что я делаю не зря есть отдача анюта как там аллергия у дема надеюсь все хорошо аллергии нет убрала молочку с его рациона вообще полностью очень редко могу дать ему кашу молочную на как бы вода с молоком чтобы он думал что это молочная каша потому что молоко любит вот никакие другие молок то есть никакое другое молоко там наподобие там соевого или кокосовое он не хочет пить ему не нравится а вот обычная коровья ему нравится поэтому я разбавляю его с водой иногда даю вот я ему он три месяца сидел на биогая это такие капли они для кишечника мы привели кишечник в норму и все аллергия пропала сейчас он ест все на свете кроме молока и все нормально как мама отнеслась к разводу я благодарна маме за то что она не вмешивается и все она просто спросила вот узнала постаралась постаралась помочь но так я уже три года думаю все кинуть просто некуда деться я много пробачала у многих так насколько ну вот мне много пишут девочек очень много пишут девочек и у многих такая проблема уже бы ушли но некуда вот поэтому девочки в этом я вам не помощник я не знаю как поступить это ваша жизнь ей дав какой-то совет и вы например воспользуетесь им а кажется что-то не так ну и как бы отчасти я буду к этому причастна это не есть хорошо в любом случае ваша жизнь только вы знаете и на самом деле тут советы ну вообще ни одному человеку советы не нужны знаете почему когда-то в фильме я увидела ну такой момент и там была фраза по-моему это даже наш русский фильм там Нагиев главной роли по-моему не буду точно говорить если я найду я выложу вам покажу когда вы бросаете монетку чтобы определить орел или решка и загадать надо там уходить не уходить или быть не быть решать не решать да вот когда вы подбросили пока она летит вы уже знаете ответ то есть вам не надо принимать какого-то такого вот ну то есть как принять решение вы можете самостоятельно не ждать ни от кого совета вот даже монетка не нужна вы сами знаете интуитивно как поступить просто вы ждете подтверждение от кого-то своей правоты вот типа такого вот везет вот повезет твоему будущему мужчине такая красавица достанется надеюсь извините конечно вы наверное слишком идеального ищите отчасти наверное да потому что я человек который очень требовательный к себе и соответственно к мужчине тоже и вообще к ситуациям но я очень терпеливая то есть я могу долго-долго-долго-долго долго-долго терпеть если мне садятся на шею я потом понимаю что я не буду терпеть если человек это не ценит я просто ну как бы уйду молча и тихо вот ого сколько хочу Анюта как ухаживаете за зубками вы делали отбеливань раз в полгода у меня раз в три месяца Николька заходи уже спокойной ночи давай тебе тоже мне-ка спать ушла я вот только была когда вчера по-моему вчера я была у стоматолога делала чистку зубов но у меня там целая история оказывается и мне теперь надо консультация ортодонта потому что у меня нижний ряд он неровный когда восьмерки повылазили он съехал и теперь у меня идет опущение десен а это не есть хорошо потому что это может повлечь за собой кучу разных проблем вплоть до потери зубов так что у меня там ого сколько всего надо еще принимать решение о чем что делать то есть хочу с вами попить кофе поговорить у вас приемный голос и класснее рассудение вы представляете если каждый кто захочет со мной попить кофе будет мне об этом говорить я буду соглашаться я буду все время пить кофе вот поэтому делают встречи ну как бы со зрителями с подписчиками я бы с удовольствием сделала но опять же я не знаю я боюсь я каждый раз делаю эти встречи я боюсь что никто не придет нет финансовой опоры маленький ребенок на руках если попробовать найти работу или ребенка отдать детский сад я вообще считаю что нет безвыходных ситуаций есть ситуации очень неудобные тяжелые и можно кажется вообще что они безвыходные и они даже отчасти как бы возвращают человека назад кажется что но это очень тяжело это нет здесь сейчас лучше иногда можно откатиться назад как я сейчас сделала я честно я вот уже как полтора года я откатилась назад из той жизни которая у меня была но я не жалею ни о чем я сейчас уже в принципе ну как бы привыкаю и понимаю что так ну так долго не будет все равно изменится к лучшему этот тонер просто чудо ничего так не подходило как он хотела еще спросить за увлажняющий крем джан дестре он также хорош мне кажется он еще лучше вы его тоже через интернет покупали нет это джан дестре я могу напишите мне в директ я вам сброшу номер телефона и вам по новой почте его пришлют из Харькова в Харькове есть представительство этой фирмы и ну официальное представительство и не раз уже ну то есть это с Франции привозят то есть там стопроцентное качество там ни подделка ничего в этом я уверена и он мега крутой он такой классный что просто я его беру уже сколько лет сколько у меня уже было этих баночек и мне кажется лучше увлажняющего крема вообще пока я не встречала хотя у меня были разные так что то у меня тут все пропадает анюта вы рано родили а вам не было страшно дайте совет девушкам которые еще не мамы мне не было страшно потому что когда ты не знаешь чего-то страшно не может быть может быть только страшно от незнания и все это первое второе у меня было кесеровое сечение хотя после три дня это очень мега тяжело больно мама так на меня смотрела и говорила боже лучше бы ты сама родила но мне нельзя было самостоятельно из-за сосудов поэтому как бы делали кесерева девочки страх ничего не решает если бояться то мы двигаться не будем я в своей жизни если бы боялась я бы вообще была на месте стояла бы на месте ничего бы в моей жизни вообще бы не было идем бы я не родила почему потому что ну страх он блокирует вот а мне вообще рожать нельзя ну то есть по состоянию здоровья вообще категорически у меня двое детей вот ну не бойтесь Анечка а школа сельская такая в реальном селе или просто к пригороде ну как вам сказать ну пригород конечно потому что это сразу уже рядом с Киевом и ну я его так называю село деревня ну это так и есть как бы село но в основном тут все дома нормальные вот кто-то возит детей кто-то не возит я не парюсь понимаете очень многие люди они обращают внимание на то что люди подумают что скажут вот сколько у меня есть знакомых ну как бы людей да кто заканчивал сельскую школу потом поступали в институт золотую медалью заканчивали ну то есть все это предрассудки я не вижу смысла в этом ой там понятно что Нику я там хотела бы отдать в гимназию как она и училась в гимназии но не знаю если ребенок хочет учиться он будет учиться так вам скажу как ваша Никуся так это лановитая девчина я братью и заступник ком-директору в школе я бы такую талановитую девчину забрала бы на себе принимала бы учиться в всех районных областных конкурсах приятно спасибо она конечно и принимала когда училась в школе она такая активная везде везде вот и в новой школе мы уже тоже с ней кое-что придумали вот поэтому я думаю что ей там понравится тем более у меня были на площадке детской там девочки были и я спросила с какого они класса они говорят с восьмого вон бегает ваша одноклассница будущее Аня если муж любит после работы выпить бутылку пива это было бы для тебя нормально меня бесят на разговоре ситуации не меняют у меня бывший муж всегда пил пиво после работы и не только пиво меня это жутко бесило скажу честно ну когда одна бутылка ладно еще особенно если лето ну жарко понятно что может быть вот ну не знаю мне конечно хотелось бы чтобы мой мужчина не пил потому что я знаю сама не пью и если честно меня прям жутко бесят мужчины выпившие то есть выпивший мужчина для меня это что-то такое вот как ах я просто вот ну мне очень не нравится прям очень не нравится привет как давно тебя не было в эфирах рада приятно привет как считаешь можно простить измену нет вы знаете раньше я думала что смотря как какая ситуация и тому подобное но я реально понимаю что если любящий любимый любящий человек изменил то не знаю ну что его сподвигло неуверенность в чем-то сложно сказать я не могу так говорить потому что ну ну я я бы я бы не не смогла бы изменить потому что ну как если ты любишь человека то даже не хочется чтобы до тебя кто-то додрагивался ну это как-то это первое а второе в общем короче у меня аж мурашки по коже бегут от таких вот мыслей как-то так они аж неприятные нет я бы не не смогла измену простить честно поэтому сложно мне ответить кто-то может кто-то нет мужик может быть хорошим человеком хорошим другом на быт хорошим на быт с хорошим мужем не у всех получается да потому что нас не учили института институту брака нам рассказывали ну лично в моем возрасте да нам рассказывали как общаться как встречаться а после а что делать потом ну вот вы пара вот мы почитали книжку про золушку про там я не знаю ну сказки андерсона все мы на них выросли наверное не знаю я да там как поженили все хэппи энд отлично все супер а что потом а как они жили а как справляться дальше когда быт жирает не учили уже другие есть книжки которые надо читать до брака а не после поэтому да ох аня здравствуйте здорово что попала на эфир из-за переезда пропусти пропустил на вашем канале так много интересного скоро устроился приятный вечер саней пересмотрю все разом класс спасибо большое одно левое фильм может быть не знаю там нагиев возможно ну я просто не помню название фильма но вот он там по моему подбрасывал монетку и говорит а ну раз ну как бы в общем чтоб я не повторялась какой тебе приятный голос я уже расслабилась и засыпаю да а если бы ваш мужчина пил вы бы терпели ну терпела бы а потом бы не терпела да давай встречу в принципе можно просто наверное уже многие поуезжали на моря ну можно сделать кто назначил деме биогайо или без врача не 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 тогда такая была ситуация это врач назначил биогайо и причем сначала назначили какое-то другое но ничего не помогало а потом когда назначили биогайо начали давать и стул наладился то есть у него опять у нас видите у него запоры были жуткие животик болел аллергические реакции были и вот начали давать биогайо все наладилось но врач сказал продолжайте давать потому что он ну как бы накопительный и говорит давайте давайте надо заселять кишечник бактериями вот и вот три месяца я давала так что нормально и сейчас слава богу все хорошо в туалет ходит сам все нормально я приду о класс можно уже значит делать встречу все за встречу а приезжайте в анапу о я бы хотела на море у тебя у тебя аня у тебя синяки на лице тебе муж пьет да ужас что же делать как мне быть где мне другого мужа раздобыть да еще чуть-чуть осталось ну ничего скоро пройдет я уже сейчас не замечаю этих синяков знаешь фирмы да знаю уже блин все говорят об этой все 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 просто на ней а не думала нет не ну не думала мне многие предлагают из-за голоса но я не знаю что там надо говорить что делать может быть и получилось бы я даже думала то что может быть медитации снимать перед сном классно тоже молодец спасибо как убрать валик после кесарева я убрала с помощью бандажа после операционного бандажа просто после рода сразу затянула бандажом ну как бы животу начал уходить красавица ты наша умница я тебя очень люблю как приятно спасибо странно что у вас там постоянно свет отключают в городе так часто свет не отключают ну понятное дело селе отключают потому что гроза нас отключают исключительно когда гроза это в целях безопасности чтобы она не ударила в дома например что не у всех есть заземление и ну как бы ну вот так в основном у всех есть эти генераторы никто не парится у всех есть генераторы а ладно у меня нету после кемерева после кесаревича господи кесарева кемерова написано убрали живот я уже сказала с помощью бандажа как бороться с курением с курением у мужа ну честно не знаю я не советчик в этом я сама закончила сельскую школу ну ты права анечка в сельских школах много плюсов учителя относятся к деткам как к родным тянут помогают и дети не таки разбалованы как в городске вот кстати то что дети не разбалованы это точно и по поводу того что тянут потому что так в классе у нас было что в той школе сорок с лишним человек ну то есть даже возьмем сорок а тут двадцать ну то есть разница в два раза и я училась в школе где было тоже около двадцати уделяли каждому внимание ну это а в другой школе училась более такой там она с математическим уклоном была там было нас тридцать чем-то человек понятное дело что ну такое а там вот в школах где мало детей учителя знают каждого по именам по фамилии ну полностью да кто как учится где какие там где надо что подтянуть поэтому я считаю что очень даже хорошо Ань посоветую как бороться с апатией приступами лени бывает у вас такое что лично самый сильный мотиватор когда у меня лень и ничего не хочется делать а такое бывает я встаю и начинаю делать это знаете как клин клином вышибают у меня такое было сегодня скажу честно но я поняла что думаю я сейчас мне много всего надо было делать я думаю десять минуточек я полежу вот и встану и я себя не обманула я десять минут полежала встала и начала заниматься домашними делами у меня знаете как есть такая особенность если что-то начинаю делать меня сложно остановить поэтому я начинаю убирать когда начинаешь убирать как в доме особенно где есть дети там 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 потом там ой тут нашел ой там во дворе еще надо по убирать ой там а потом по времени смотри ой у меня уже в кино ехать и как бы вот просто надо делать и все так естьiji страх того что на детей очень много денег а есть Poklow нет такого страха нет а я на детей надо много денег означает можно погадай погадали пусть всегда дают а я скажу расскажите своем опыте как нужно вести себя в браке ой вот теперь я уже точно не могу давать такие советы потому что разведемка как нужно себя вести в браке у меня есть на канале такое видео я до сих пор считаю что она очень полезная актуальная у меня очень странная причина развода и она вообще не свойственно другим бракам все мы разные кто-то с чем-то мирится кто-то с чем-то нет у нас произошло так но в принципе если посмотреть на нашу семью со стороны то никто бы не мог подумать и все бы смысле что правда ну как бы поэтому сложно что-либо говорить мало я кашлял чуть подавился слюной наверно вот когда строительный влог кстати хорошо что напомнили мне очень много материала я уже все позабывала надо начинать снимать почему не спите то надо уже спать сначала первого сначала бы терпела а потом не терпела но все мы сначала терпим а потом не терпим не поняла а стихоп лед вы она да могу иногда анечка писал тебя в личку пользу сотрудничество ты не читаешь даже у меня очень много писем поэтому простите что не читаю не то что не читаю их много поэтому я не все наверное успеваю читать и люблю тебя когда-то ты меня не любила удалила заблокировала а потом растаяла снежная королева у вас много подруг есть кем вы общаетесь каждый день нет у меня нет подруг с которыми бы я общалась каждый когда-то была такая но время как-то так все поменяла после рождения демки все изменилось я пересмотрела дружбу с некоторыми у меня есть очень близкие подруги но мы не общаемся каждый день уже написала вам директ насчет джанда стрей очень что номер телефона спасибо сброшу просто тихим голосом например рассказывать о покупках или самом уходе за собой можно даже под расслабляющую тихую музыку лучше туда медитации планируем тросковец ну пока нет экономическая и ведущие телепрограмм анечка по свету парфюм на лето я не знаю даже какое какой парфюм на лето их только много у меня в голове сразу это 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 но я последнее время подсела конечно на ароматы из магазина жан вот если вы в каком-то крупном городе живете например киеве днепропетровске в харькове во львове то зайдите магазин жан там девочки танцы расскажут покажут вы ощутите этот аромат который в бракарде вообще бракард отдыхает основные принципы которые вы придержитесь воспитания и деток кнут пряник анют расскажи про развод пожалуйста да ну я не хочу но девочки угляди разведенка точно точно до видео полезно смотрела понравилось ну вот давно смотрю тебя ты родная такая уже очень интересно узнать спасибо привет анечка кто поддерживает финансово очень смешно девочки только что вам сказала что блин тяжело трындец как никто не поддерживает муж платит алименты на детей но мне этого не хватает категорически не хватает вот очень не хватает реально на продукты просто для детворы вот ну понятно что когда надо там что-то колоссальное купить или что-то там произойдет или там понятно что я позвоню мужу скажу слушай как бы но опять же я не заставляю я просто говорю о том что ну вот такая-то ситуация он уже сам решает поможет он или не поможет ну то есть бывает такое когда он говорит у меня деньги там в проекте я не могу ну окей ну то есть вот так девочки работаю вот реально работаю иногда чувствую я уже даже не раз говорила мне мама это они я тебя умоляю не произноси эти слова иногда чувствуешь себя ломовой лошадью потому что блин реально пашешь но последний месяц я решила что я буду поспокойней ну как бы потому что может быть меня еще отвлек ремонт но опять же если ты отвлекаешься от работы то ты становишься заложником другого ты начинаешь мало зарабатывать и вот как-то так но для того чтобы просто не запахать себя и тебя хватало времени на моменты свои личные я решила что я ну как бы вечером или в какой-то из дней ну буду давать себе какой-то вот прям отдых вот я освободила себе выходные я не работаю на выходных но я ничего не пишу не монтирую не снимаю не делаю заказов ничего вот но редко только там изредка когда что-то горит вот и бывает такое что вот вечерами я на все просто все бросаю и смотрю или какой-то фильм и читали читаю книжку или просто общаюсь детьми вот мы с никой там можем поболтать можем о чем-то поговорить но время быстро пролетает с мамой можем поболтать то есть я имею ввиду что я уделяю время вот по себе детям маме книгам фильмом для того чтобы не загнать себя в депрессию вот так да 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 было каюсь обиделась на тебя а потом не смогла жить девочка таком от мужа и мама смотрела твои видео чё тайком типа на меня нагнала нагла нагнала а потом решила короче смотреть дальше да так как они знали что я перестала смотреть из-за того что ты резко отреагировала боже какая-то обидчивая все бывают без настроения у меня сразу после кестерова не получилось через 20 дней пользуюсь уже больше года на живот остался может от чего ну во первых бандаж надо было сразу одевать тогда бы результат был бы другой но опять же у каждого разная кожа разные мышцы если диастаз это все надо говорить врачу есть когда например физические упражнения не помогут и только хирургическое вмешательство поэтому это все надо консультировать отреагировала нам на мой коммент а потом думаю кого обману если ты моя душа это девочка пользуйтесь каплями для глаз да вот я же уже показывала для а для отбеливания яблочко а что такое есть то есть яблочко еще отбеливают она же так белая нет не знала даже такое я буду тебе я буду тебе тогда каждый день письмо бросать чтобы ты увидела его сейчас пойду смотреть привет а детвора где спит потому что уже ночь анютка что именно приносит тебе доходит не не говори сумму просто деятельность интересно вот то чем я занимаюсь стоит приносит доход дорогие мои я думаю что наверное пора снять уже видео потому что всех интересует мой доход но не плане там финансовая медук сумму да именно как я зарабатываю чем я зарабатываю честно никогда не думала что это будет приносить мне доход потому что отчасти это было просто хобби я сниму видео на эту тему и я как бы более подробно расскажу потому что потому что это наверное уже пора вопросов просто очень много на эту тему у них есть мальчик нет конечно она датына датына еще ты сильно обожаю таких классных девчонок я так устала быть сильно девочки если бы вы знали то хочу быть слабой я хочу чтобы ладно буду не буду ныть да я сильная ух какой я сколько тебе лет ты кто-то по гороскопу можно я не скажу сколько мне лет по гороскопу если когда вы к нам стамбул обожаю путешествовать я бы с удовольствием но пока идти я путешествую опять же показ сама меня никто не возит вот в грузию полетела я полетела по делу я хотела вот сделать как бы такой ретрит но последний пост если вы прочитаете вы поймете почему опять же мне сейчас еще надо лечь в больницу про колодца у петьки свадьба у ники лагерь маму с демой надо отправить на море я реально понимаю что мне сейчас вообще не то грузии плюс еще ремонт а я очень хотела ну вот в грузию слетала и это и был наверно мой отдых так бывает такое что поздно идешь спать и хочешь кушать у меня знаете что мне ноги спрашиваете почему такая худая я хочу кушать просто не кушаю просто не кушаю потому что понимаю что это или не надо или вот если меня кто-то накормит то есть как накормит вот принесет мне скажет на тогда я буду есть а если надо идти делать самой я не пойду и это меня останавливает от того чтобы я не была как шарик извините за вопрос сколько нужно подписчик чтобы чтобы как ты начать зарабатывать я зарабатываю не на подписчиках но отчасти и конечно же на их количестве и на как бы это влияет то есть блогерство влияет но это не основной мой заработок надо видео снимать чем ника на каникулах занимается фигней в телефоне висит всякие поделки делает что еще на гитаре играет музыка с демкой бегает играется по дому помогает там фрукты мы морозили там переезжали мы все это складывали тоже как бы тоже время что еще делает на синтезаторе играет видео монтирует снимают у нее столько материала только вот не выкладывать ничего почти анюта иди нашел холостяк следующее понимаешь я из тех девочек которые я реально понимаю что если я туда пойду то я пойду только ради того чтобы повысить свою свой инстаграм до в плане там подписчиков но я не смогу бегать за мужчиной бороться за него меня мама так воспитала что мужчина должен ухаживать за девочкой а тут как бы девочка будет бегать за мужчиной а он будет выбирать эту или вот это ага сейчас сейчас бог сверху посмотрел и раскрутит и повернется так что я туда попаду да и мама всегда так говорит не зарекайся как-то анюта я прошу ой ой о кстати что там с грузия а вот прочтешь мой пост а кто теперь в том доме где вы жили раньше мой бывший муж а я холостяку не доверяю понты ну наверное я не знаю я как бы там не было сложно сказать рост у меня метр семьдесят я тебя понимаю тоже хочется быть слабо хочется опять стать женщиной и занять свое место дай бог нам всем найти того да я реально понимаю что как бы чем-то старше становишься хотя не у всех так очень многие девчонки им важно я не скажу что мне не важно мне тоже важно финансовая сторона не буду лакавить но мне важна любовь если я не буду любить человека я с ним не буду правда золотые слова молодец что не кушаешь крепимся девочки любовь одинаковая к детям да просто она разная она одинаковая но я имею ввиду она разная по проявлению с никой я не сисюкаюсь а с днём и сисюкаюсь потому что он еще маленький мне еще хочется его потискать а ника уже большая хотя иногда тоже ее там но она такая я там могу это потискать она но мама вот так сразу приглашаю в одессу меня там нет но есть моя квартира знаю что семья любит этот город ого ничего себе все мне все мне все мне это такая нельзя говорить как бы мы вселенной проецируем когда мы говорим ничего себе все нам все хорошее на самом деле очень крутое предложение и я бы с удовольствием его приняла потому что это круто быть в гостях у кого-то кто там не живет в одессе это со здорово ну если это не просто слова пиши в директ возьму и приеду соберу детвору и поедем в одессу а ты не бегай за ним на первом свидании скажи ему что ты сейчас нам сказала покоришь его и он на всех остальных пошлет я все придумала да главное тогда кастинг пройти чтобы меня не на твою площадь все выдала сложно без мужчины как вам сказать сложно где-то сложно где-то не сложно где-то хорошо я сама себе хозяйка я не перед не отчитываюсь но как-то не знаю они туда войска это надо уже а сколько ты весишь и что ты вообще кушаешь и тем я почти все вешу я 49 килограмм сейчас поправилась весело 47 и я не все ну сложно сказать вообще что я не могу вообще не есть могу есть все всегда но у меня нету просто жирной пищи я почти не ем хлеб только бутербродах иногда ну так халява всегда круто я люблю халяву халява это как сыр в мышеловке она может обернуться не очень поэтому я и переживаю но так как тут просто чуть другое думаю что должно быть все хорошо выходи почаще в эфир так классно мне тоже нравится общаться но вот я смотрю что по времени я уже столько общаюсь что прям ого-го когда в лог когда буду монтировать а сейчас могла монтировать я с вами болтаю так бываешь запорожье нет сейчас не сохраняя пожалуйста эфир хорошо сложно без мужчины да сложно рука устала я не буду комментировать да ты девочка неисправима не хотела быть с мужем в свободных отношениях так сказать ради здоровья о мне осталось 1 минута 50 секунд мне только что вот написал инстаграм рука устала да анюта на этой позитивной ноте я говорю всем спокойной ночи анюта ты реально сделала вечер теперь я буду ходить и хихикать все всех люблю целую и до следующего хотела опять сказать перископа до следующей трансляции пока пока аня ты огонь остальный все спасибо поехали спасибо